Уважаемые избиратели, здравствуйте! Прошло три недели с нашей последней встречи и за это время произошло достаточно много событий в рамках данной избирательной кампании. Ну, во-первых, закончился процесс регистрации кандидатов в президенты Республики Беларусь. Всего зарегистрировано пять кандидатов в президенты из семи, подавших заявление о регистрации их кандидатами в президенты. Двум потенциальным кандидатам или претендентам Бабарыка Виктора Дмитриевича и Цепкало Валерию Вильямовичу отказано в регистрации кандидатами в президенты в связи с нарушением закона, которые были установлены при выдвижении кандидатами в президенты Республики Беларусь. Решения Центральной комиссии размещены на информационном ресурсе Центральной комиссии. Они аргументированы, и вы можете с ними ознакомиться. Так, причиной нерегистрации Цепкало Валерия Вильямовича является недостаточное количество достоверных подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты, а также неточности в декларации о доходах и имуществе его супруге. Хотела бы обозначить, что декларация о доходах и имуществе как супруге, так и супруга, к ним предъявляются абсолютно одинаковые требования и одни и те же последствия. К сожалению, четыре из семи потенциальных кандидатов допустили все существенные ошибки при заполнении декларации о доходах и имуществе. В интернет-ресурсах развернулась дискуссия по поводу того, что ссылка на недостоверность декларации госпожи Цепкало является необоснованной в силу того, доход, который дают ей незадекларированные акции Приорбанка, менее 20% от ее годового дохода. Хотела бы обозначить, что 20% погрешность относится только к получаемым доходам от заработной платы, гражданско-правовым договорам и даже по акциям. Но неуказание акций, как и неуказание транспортного средства или домовладения является существенной ошибкой, которая может повлечь отказ в регистрации. И тут не имеет значения, какой доход получает кандидат или его супруга. Главное, что данное имущество не указано. Ссылки на то, что Центральная комиссия подходила необъективно, что она озвучивала доходы госпожи Цепкало, что она придиралась к таким, ну, скажем там, небольшим бонусам на предприятии чуть ли не в виде чашки кофе, полностью несостоятельной. Во-первых, Центральная комиссия, разумеется, не проверяла эти обстоятельства. Более того, указала тот доход, который задекларировала сама госпожа Цепкало. Однако акции она забыла указать, и об этом сообщил Центральной комиссии Департамент по ценным бумагам Республики Беларусь. И это является досадной ошибкой, но она есть. Центральная комиссия даже не указала данным соискателям на то, что госпожой Цепкало не указан полученный по наследству дом в сельской местности. Именно потому, что данный дом пока не оформлен формально в собственность госпожи Цепкало, хотя принадлежит ей. Поэтому я думаю, что все обвинения в адрес Центральной комиссии вызваны обыкновенной досадой от собственной ошибки. И я обязана была вас об этом проинформировать. Что же касается господина Бабарыка, то, как вы знаете, в отношении него ведется уголовное расследование. Он признается фигурантом по несколько уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями. И комитетом финансовых расследований, комитетом госконтроля Центральной комиссии был представлен материал о том, что данным соискателям не представлены сведения об иностранных фирмах, организованных им за рубежом, о недвижимости, приобретенной там же, о денежных средствах, которые были получены в результате взяток в течение 2019 года. Там есть и другие годы, но мы берем для декларации только 2019 год. Кроме этого, было установлено, что выдвижение и в иных работах, которые способствовали выдвижению господина Барыка, были задействованы работники силы и средства иностранного предприятия, а именно Белгазпромбанка. Доводы многих наших заявителей, а сейчас в Центральную комиссию обращаются граждане по поводу нерегистрации указанных лиц, на то, что пока в отношении указанного лица действует презумпция невиновности, несостоятельные, ибо принцип презумпции невиновности применяются только в уголовном праве. Что же касается избирательного законодательства, то доводами и основаниями для отказа в регистрации являются сведения, полученные из иных источников, независимо от возбуждения уголовного дела, которые свидетельствуют о том, что декларация недостоверна. Я получила вопрос такой, а почему, например, простили неуказание дома госпожой Тихановской, а вот господину Бабарыка, скажем так, такое пристрастное отношение. Однако Центральная комиссия оценивает все обстоятельства, и, как вы сами понимаете, неуказание дома в сельской местности, это, скажем так, не может находиться в равенстве с многотысячными валютными поступлениями от незаконной деятельности, с учрежденными за рубежом юридическими лицами всем тем, что вменяется в вину господину Бабарыке. И поэтому, оценивая все полученные документы при регистрации кандидатов в президенты, Центральная комиссия и приняла подобное решение. Кстати, хотела бы еще раз обратить внимание на то, что у нас неправомерно используется тезис о том, что бизнесмены находятся в гораздо худшем положении, чем, например, государственные чиновники. Поэтому, не раскрывая дохода госпожи Цепкало, я могу сказать, что он значительно больше дохода президента Республики Беларусь. А доходы предпринимателей Черечня, господина Тихановского выше, например, чем доходы меня, государственного чиновника, имеющего высший класс государственной службы и очень длительный стаж. Поэтому я прошу вас каждый раз трезво оценивать все доводы и тезисы, все те вбросы, которые осуществляются особенно у нас в интернет-ресурсах, для того, чтобы дискредитировать и государственных чиновников, либо ту политику, которую проводит официальное государство. В Центральную комиссию поступило достаточно много обращений. Сразу же могу сказать, что вчера Центральная комиссия принимала обращение лично. И к нам нас посетило 148 человек с 9 утра до 19 часов без перерыва на обед, которые подали 275 письменных обращений. Кстати, наши сотрудники тут проявили невиданный либерализм, ибо один человек – одно обращение. Судя по количеству обращений, многие приносили по два, а может быть, кто-то и по три обращения, и вручали сотрудникам. Кроме того, за период 15-16 июля поступило 1060 аналогичных обращений письменных по почте и 4067 электронных обращений. Сразу же могу сказать, что это одно обращение, созданное одним лицом, распространенное через сети интернет и просто-напросто распечатанное всеми теми, кто подавал заявление в Центральную комиссию. Электронные обращения подписи не содержат, письменные обращения содержат подписи граждан. И поэтому многие из них рассчитывают на то, что мы вот этой 1060 сможем направить письменные ответы. Сразу же могу сказать, ни организационные возможности, ни иные возможности Центральной комиссии не позволяют это сделать. Поэтому уже сейчас на сайте Центральной комиссии размещен ответ, общий ответ, потому что это одно заявление с одними и теми же доводами. На сайте Центральной комиссии он размещен на двух языках, на белорусском и на русском, где приводятся доводы о необоснованности поданных заявлений. Первый и главный довод касается того, что обжаловать решение Центральной комиссии об отказе в регистрации может только один человек. Это кандидат в президенты. В данный момент претендент в кандидаты, которому было отказано в регистрации. Иные лица этим правом не наделены. Поэтому все обращения, поданные иными лицами, просто не имеют юридической перспективы для разрешения. И лица, которые координируют ваши деятельности через интернет, которые, собственно говоря, может быть, и натравливают вас на Центральную комиссию, на самом деле делают это умышленно, чтобы создать некий общественный протест и работать в пользу своего определенного кандидата. Хочу сообщить вам, что понятия предвыборный штаб в избирательном законодательстве не встречается. Нет его такого. И поэтому люди, которые себя подобным образом обозначают, на самом деле всего лишь являются соратниками того или иного претендента, который попытался участвовать в избирательной кампании. Я бы очень хотела, чтобы наши граждане понимали следующее. Центральная комиссия не может быть использована как инструмент для реализации чужих политических амбиций. Мы работаем на организацию выборов для всех избирателей страны, а их у нас около 7 миллионов. И поэтому мы действуем в общих интересах, которые имеют значение для всего общества в целом, а не отдельных групп людей. Хотела бы обратить ваше внимание, что недопустимо подобное скопление людей, тем более привод, в эти очереди, несовершеннолетних детей, присутствие там беременных женщин, с учетом того, что несмотря на то, что у нас есть положительная динамика по борьбе с коронавирусом, все-таки мы еще далеки от идеала. И поэтому лица, которые приходят в подобные толпы, неорганизованные, они подвергают опасности себя, своих детей, а также сотрудников Центральной комиссии, которые работают на прием документов. С сегодняшнего дня, и так будет впредь, Центральная комиссия непосредственно будет принимать документы, заявления только от кандидатов в президенты, их доверенных лиц и финансовых представителей. Все остальные граждане могут подавать свои заявления по почте, как электронной почте, так и общей почте, белорусской почте, что они и сделали, как видите, в таком большом количестве. При этом это полностью согласуется с законом об обращении граждан, который гарантирует право подачи личного обращения. Уж в какой форме оно будет подаваться, это определяет в том числе и организация, куда подается данное обращение. Поэтому, уважаемые избиратели, я надеюсь, что вы будете критически оценивать все те материалы, которые вы видите в сети интернет, а также призывы тех, кто, ну, скажем так, безответственно распоряжается и вашим волеизъявлением, и вашим правом на участие в общественно-массовых мероприятиях. Уважаемые избиратели, в настоящее время в избирательных комиссиях аккредитовано около 40 тысяч национальных наблюдателей. Сегодня в Министерство иностранных дел направлены приглашения международной организации для посещения нашей страны в период подготовки и проведения выбора, также некоторых международных организаций, то есть наблюдателей с этой стороны. Хотела бы обратить внимание еще на одну недостоверную информацию о том, что Министерством иностранных дел якобы сокращается, даются указания о сокращении количества членов участковых комиссий за рубежом, и приводится пример Германии. Сразу же могу сказать, что мною получена личная информация от посла Республики Беларусь в этой стране, что данное требование получено как раз от немецких властей, которые озабочены эпидемиологической обстановкой в собственной стране. Именно они определили посольству необходимость и целесообразность сокращения составов избирательных комиссий. Поэтому, когда вы пользуетесь непроверенной информацией из-за рубежа, пожалуйста, также оценивайте эти обстоятельства. Уважаемые избиратели, на следующей неделе будет принято еще ряд постановлений Центральной комиссии, которые будут посвящены и утвердят тот перечень документов, который необходим для получения избирательного бюллетеня. Кстати, заказ на изготовление избирательных бюллетеней уже ушел в типографию, как и заказ на изготовление необходимых информационных плакатов, а также тех информационных материалов, которые вы получите в своих почтовых ящиках. Кроме этого, на следующей неделе начнется выступление кандидатов в президенты, которые будут выступать по телевидению в личном качестве. Ну а те дебаты, которые пройдут в конце, после завершения всех выступлений, там уже могут участвовать также доверенные лица кандидатов в президенты. Я думаю, мы с вами встретимся накануне основного дня голосования. Я проинформирую вас о последних событиях, которые пройдут за указанный период времени и которые, конечно, будут влиять существенным образом на настроение и на фон данной избирательной кампании. Благодарю за внимание.